Всем привет! Продолжаем изучать картины. Смерть Инессы Де Кастро. Карл Павлович Бирюлов, 1824 год, холст, масло, 213 на 299. История мертвой королевы Инессы Де Кастро поражает своим норматизмом. Будучи придворной дамой, она влюбилась в молодого инфанта, наследника португальского трона. Тайно обвенчавшись, они скрывали такой брак, являвшись откровенными за альянсом, тем более, что у инфанта была невеста. Узнав реальную причину отказа сына жениться, король Афонсу IV решил убить его, тайную жену. Но увидев несчастную женщину и своих внуков, молящих в пощаде, смилостилась. Именно этот момент и изобразил на холсте Бирюлов. Картина написана в ярко выраженной академической манере, говорящие жесты, скульптурные фигуры. Кульминацией картины выступит высветленное автором лицо Инессы, молящаяся и несчастная. Еще более углубляет щемящие впечатления дети, приникшие к матери. Лицо короля невозмутимо, но он опасается глядеть на нежеланную невестку. Лишь стража равнодушно глядит на правителя и ждет его указать. Известно, что Афонсу, который нуждался в правильном политическом плане браке своего сына, поставил дело государства выше личных чувств и, в конце концов, Инесса все-таки была убита. После того, как Педро взошел на престол, он приказал излечь тело возлюбленной из могилы, обредить его в царское одеяние, возложить корону, а всем придворным отдавать почести мертвой королевы. Ну вот так вкратце о картине Карла Павловича Брюлова «Смерть Инессы де Кастро». Написано в 1834 году. Данное я брал из интернета. Пока-пока. До свидания. Всего хорошего.